Теперь у меня точно насморка не будет. Прикольная штука на GBC, мне она очень нравится, и ребята из Китая решили это повторить. Плата от телефона. И вот мне интересно, смогу ли я просто снять паяльником конденсатор. Понятно, что... Ну и теперь давайте я это все хочу очень сильно разобрать, посмотреть, что внутри. Ребята, всем привет! Есть у меня знакомый, который просто GBC, GBC, GBC. Он работал на заводе на GBC, и для него все, вот GBC, это просто все. Все. Увидел я китайскую станцию под GBC. Более того, там даже можно жало заказать GBC, правда они стоят за 30 баксов, 30 плюс баксов. То есть жало очень-очень дорогие, и я хотел сделать данному человеку подарок, но в итоге он меня подвел, и поэтому будет он GBC-кать и дальше. Если вам нужно что-то купить в интернет-магазине, предназначенном для внутреннего рынка Китая, например, Таобао, то это несложно сделать с помощью посредника Ubuy. Для этого нужно зарегистрироваться, заполняем форму. Дальше нам на e-mail придет письмо с ссылкой для подтверждения адреса. Переходим по этой ссылке, и мы зарегистрированы и даже получаем какой-то купон. Дальше нужно скопировать ссылку на товар из магазина Таобао, ставить строку поиска Ubuy и нажать поиск. И мы видим этот же товар, но уже переведенный на английский язык, и цена в долларах. Дальше нажимаем оплатить, и попадаем на страницу, где мы можем оплатить этот товар удобным для нас способом. После того, как мы оплатим товар, сотрудники Ubuy закажут его, и после того, как он попадет на склад, мы получим на почту уведомление, что товар уже на складе. Мы можем также заказать еще какие-то товары, которые также придут на склад. И когда мы будем уверены, что все, что нам нужно уже на складе Ubuy, мы можем заказать доставку со склада Ubuy к себе домой. И тут самый сложный вопрос, сколько это все будет стоить, именно доставка от Ubuy к себе домой. И для того, чтобы хоть как-то ответить на эти вопросы, есть калькулятор, в который можно поиграться, можно примерно вбить вес товара, размеры товара. И вы будете понимать, сколько примерно это все будет вам стоить. То есть, если какая-то платка небольших размеров, то и доставка стоит чуть дороже 30 долларов. Ссылка будет в описании под видео. Все было в коробке, обычная картонная коробка, на которой было написано T26, такими красными буквами. Я думал, что это какой-то там, да, танк. Инструкция на китайском языке, но кто читает эти самые инструкции, ребяток? Опа! Прикольная штука на JBC-шках, мне она очень нравится, и ребята из Китая решили это повторить. То есть, это такой держатель для провода, который такой пружинищий. Но я думаю, что на JBC-шках он, мне кажется, почему-то весь пружинит, и не только верхняя часть. И в этом вся его фишка, чтобы, если мне нужно на 20 сантиметров отодвинуть провод, то он здесь отойдет всего лишь на угол 20-30 градусов. А здесь он, ну что он идет? 5 сантиметров туда, 5 сантиметров туда. Вилка китайская, но это от обычного компьютера, то есть стандартный штекер с обратной стороны. То есть, любая вилочка подходит. Вот, самое интересное. Оооо! Теперь у меня точно насморка не будет. В общем, эта штука, она почему-то на губку похожа. То есть, как будто не резиновая, а как будто, знаете, обычная губка. Как будто вспененный ПВХ, вот что-то вот такое напоминает по ощущениям. Вот эта вот пенка вспененная, или подложка, как ее называют, под паркет, под ламинат ставят. Вот что-то, что-то похоже. Но думаю, что это, наверное, что-то резиновое. Но паяльничек, конечно, огонь. Вот паяльничек Акты. Это паяльник гутовский, японский. Офигенный паяльник. Очень нравится сам шнур. Просто офигенного качества. Мягенький, тоненький. Ну, такой же, как на Гути, честное слово. Хотя нет, вру. На Гути он лучше. Но нужно понимать, что это не GBC. Это то, что стоит 1000 долларов за 150 долларов. Жало GBC, за которое я дал 30 кубаксов. Я сейчас не сорвал эту этикетку. Она была сорвана. То есть, то, что внутри что-то оригинальное, наводит на мысли. Ну да, и сам паяльник, он, ну, как будто какой-то карандашик. Но для мелких работ это очень и очень хорошо. Интересно, как он все будет прогревать. У GBC с этим нет проблем. О, ты смотри, еще что-то. Жало. Или это просто как рекламная акция. Тебе показывают, какие еще жало бывают. Или что это? Что-то я не понимаю, если честно. То есть, имеется в виду, ты платишь 30 баксов один раз. Потом платишь еще 5 баксов, наверное, за вот эти штуки. И получаешь все, что можно. Но проблема в том, что у меня жало загнуто. И данную штуку я поставить не могу. Да и это колхозище какое-то. Какой смысл? Фишка вот этих тоненьких жал. То, что они маленькие. Здесь все есть и термодатчик, и нагреватель. И оно все очень близко. И оно все работает очень-очень хорошо и очень быстро. И ты когда ставишь на него такой вот набалдашник, ну не знаю. Проинформируйте остальных на фабрике, что раскаленные, раскаленные, раскаленные головы могут вызывать опасные инциденты. Электричество должно быть выключено во время перерыва. Не, ну конечно перевод голимый, но понятно. По крайней мере понятно. Чего до перевода докапываться? Очень тяжелая станция. Ну это не классно, потому что ты дорого платишь за доставку из Китая. Но это очень классно, что когда у тебя паяльник стоит, у тебя ничто никуда не двигается. Здесь есть резиновая часть, которая позволяет изгибаться по большему радиусу, для того, чтобы провод не переломился здесь на выходе штекера. Видно, что они не придумывали, а передирали из чего-то качественного и интересного. Так, нужно убедиться, что здесь именно 220 вольт. Да, вот импут 220 вольт. Здесь стоит обычный трансформатор, судя по весу. Тут стоит резинка, за резинкой я вижу желтую губку. Имеется ввиду стружку. И как-то она, скорее всего, снимается. Как-то это все отсюда снимается, чтобы можно было почистить. Да, вот тут надо, видимо, два открутить. И эта губка внутри. Но губка точно есть, потому что вот она вот там желтеет, виднеется. Здесь провод заземления. Мы его, конечно же, пока использовать не будем. И очень плохо, что нет какого-то отсека для того, чтобы держать жало. Кстати, обратите внимание, что вот эта вот часть, она резиновая. То есть ты, когда чистишь паяльник, он у тебя, когда с губки слетает, он у тебя горячей частью не бьет об железную часть корпуса, а об резиночку. Очень такое вот милое решение. Ну, честно говоря, вот видно, что они это не придумали. Потому что те, кто придумывает, те упрощают. Они это именно передрали. Обратите внимание, что здесь сделан паз для того, чтобы эта штука не вращалась. То есть, чтобы ты мог ее вставить, и она не проворачивалась. То есть, чтобы ты ее поставил только так, как ты ее можешь поставить. И дальше ты берешь вот здесь вот проводочек свой. Сюда вот его пихаешь. Ну и по идее он не должен путаться. Ну, ты знаешь, в принципе, в принципе, удобненько. Подставка неудобная. Паяльник в нее надо буквально запихивать, чтобы он попал. Но я думаю, это дело привычки. Наверное, привыкнешь. Но то, что сама станция тяжелая, такая вот массивная, это очень удобно. Ну, естественно, с такими маленькими жалами, возможно, к использованию только для очень-очень и очень мелких работ. Пытаться вот таким жалом что-то крупное ковырять. Хотя, слушай, а почему нет? Обратите внимание, вот какое жало и какой резистор по размеру. Мне очень нравится, что когда ты ставишь паяльник, он у тебя вырубается. Причем это организовано за счет того, что есть контакт между этой частью и этой частью. Слушай, ну, конечно, нагревается она просто бомба. 2-3 секунды – это нечто. Что ты подождешь 15 секунд, что ты подождешь 20 секунд. То есть это не паяльник, вот обычный, вот этот нехромовый, с которого я начинал лет 10 назад, к которому я привык. Который ты приходил, ты его включал, и он у тебя целый день был включен. Потому что процесс включения мог длиться 3-4-5 минут, пока он уже начинал плавить. И когда тебе нужно было что-то быстро, ты его включал, и вот сидел, ага, еще нет, еще нет, ага, нет, еще нет. А вот, 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 пошел, 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 там еле, еле, еле. Сейчас что ты ждешь, вот тут 3 секунды, что ты будешь ждать 10 секунд, что ты будешь ждать 2 секунды. Это ничего не изменит. Он чувствует, что ты поставил паяльник, и он уходит в дежурный режим. Чем это круто? Тем, что у тебя жало будет дольше служить. Ты же его ставишь, достаешь, ставишь, достаешь, и у тебя получается термоциклирование. То есть он у тебя остывает, потом ты хочешь запаять, он у тебя опять нагрелся, потом он опять остывает. Скорее всего, вот это термоциклирование, оно, ну, металл расширяется, сжимается, расширяется, сжимается. И это, скорее всего, приводит к усталости металла гораздо быстрее, чем, допустим, если бы паяльник целый день стоял бы на температуре, скажем, 300 градусов. Ну, смотрите, как он быстро нагревается. Вот я его поднимаю. 37, 350 выставлено, 264, вот, уже 350. Давайте возьмем китайская станция и возьмем китайский же припой. 350 градусов он должен очень хорошо плавить. Ну, что, собственно, и происходит. И... Пшух! Включился на полную, и температура ушла. Поднимаю. 350. То есть, смотри, он прогрел. Он вот этой вот козявкой, иголкой все это прогревает. Как он это делает? Смотрите, какой огромный резистор. Вот, смотрите. Раз. Готово. И... Чуть-чуть напрягся, напрягся, напрягся. Ох, просела чуть температура. Сделал. Мне это, правда, нравится. Эх, хорошо, что другая чек меня подвел. Похоже, что она останется у меня. Огромный транзистор. И сейчас я попробую засунуть сюда огромную каплю припоя. Для того, чтобы это все прогреть и пропаять. Такое ощущение, что на плате как будто есть лак. То есть, припой как будто не смачивается с выводами. Хотя припой вот здесь расплавленный. Да, все, транзистор разогрет. Но это, конечно, извращение. Таким маленьким жалом пытаться такую работу проделывать. Эти жалы для очень маленьких и тонких работ. Ну, раз жало для маленьких работ, давайте попробуем выпаять вот такой вот маленький дросселечек. Вот такой вот прям маленький. Ну, если издеваться, то уже по полной. Ты смотри. Вывод прогрет. Припой растекся. Двигаю дроссель. Вот он вышел. Второй вывод дросселя. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Прогревает. Не знаю, ребята, блин, ну какой-то подвох реально в этом есть. Ну, потому что, ну, смотрите, какой здесь вывод. Он медный. И само жало, оно, я не знаю, в 10 раз тоньше этого вывода. Тем не менее, он его прогревает вообще как будто он даже его не чувствует. Сейчас найду какую-то мелкую плату. И попробую с мелкой платы, допустим, с какой-то платы телефона, снять какой-то резистор. Итак, реальная ситуация. Мой бегущий поворотник. И у меня оторвался провод. Мне его нужно сейчас припаять для того, чтобы запрограммировать, то есть внести изменения. Заставить бегущий поворотник бежать чуть по-другому. Что мы делаем? Прогреваем вывод. И вот таким вот тонюсеньким жалом это делать крайне удобно и хорошо. Вот он прогрелся. Паяльник убираю. И провод припаян. Правда, только в том месте, где было жало. Очень тоненькое жало. Крайне удобно все это делать. Ну, по-моему, нормально припаялся. Держится и провод не отрывается. Все хорошо. Выпаиваю. То же самое аккуратненько. Иголочку ставлю рядом с выводом. Прогреваю. Вот он, вывод. Выпаялся. Если по-честному, то именно сам кончик, само острие, оно не очень теплоэнерговооруженное. Вот, ну, я ставлю, и я не могу расплавить вывод. То есть, ну, хотя, если какое-то время подержать, то он все-таки пробивает. Ну, это нормально. Это нормально. Но, если пытаться паять какие-то мобильные телефоны, то будут проблемы. Давай добавим. Пусть будет 400 градусов. Вуф. Набирает их буквально за какие-то полсекунды. Ну, да. Теперь уже кончик становится более активным. Попробую снять конденсатор. Раз. Вывод. Раз. Вывод. Раз. Раз. Очень приятно. Очень интересно. Ставлю на место. Гробовой камень. Точнее, надгробный камень. Такой дефект называется. То есть, для такого вот мелкой ювелирной работы все просто супер. И не только для ювелирной. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что никто не будет покупать такой вот маленький тоненький паяльник с таким вот тонюсеньким жалом для того, чтобы паять радиолюбительские платы. Хотя, если заказать жало, допустим, на 2 мм скошен цилиндр или там на 1,5 мм что-то такое, то паять будет очень и очень даже удобно. Но, для чего используются вот такие вот тоненькие жалы, это, например, плата от телефона. И вот, мне интересно, смогу ли я просто снять паяльником конденсатор. Понятно, что паяльником, наверное, это делать не стоит. Лучше это все сделать с помощью фена. Температура сейчас 380 градусов. И, честно говоря, у меня ничего не получается. Поднимаю на 420, пусть будет. Но, видно, что припой проплавляется, но этого недостаточно, потому что, как только я убираю паяльник, там тут же все остывает. Потому что один из выводов находится на огромном теплоотводе на земляном полигоне. По-хорошему нужно использовать небольшой нижний подогрев, чтобы нормально, качественно припаять. Иначе можно сделать холодную пайку. Нет, тоже не прогревает. Максимум ставлю. 500 градусов. Я чувствую, что плата становится горячая, мне ее трудно уже держать. Ну, честно, я пытался, но у меня нифига не получается. И сейчас, чтобы эксперимент был интересен, кстати, это 500 градусов, сейчас мы попробуем вот такой вот аппаратик. Вот мне прямо аж стало интересно, стоит оно того или не стоит. Стоит оно того или не стоит. Естественно, здесь жало потолще, немножко другой формы. Но вот интересно, сможет он или не сможет. Здесь, как я понимаю, нагреватель, он достаточно мощный. Здесь нагреватель где-то чуть подальше. Но, тем не менее, у него достаточно большой такой есть тепловод, по которому тепло от нагревателя очень хорошо передается на кончик. К сожалению, это самая тонкая из меткалов, которую я смог купить на ebay, бэушное, по дешевке. Потому что жало тоже стоит там по 30 баксов. Греется меткал подольше, не 2 секунды, как и этот, но этот реально очень быстро. То есть, ты его берешь, там он буквально сразу же набирает. И поехали, где наш конденсатор. Опять же, плата начинает прогреваться, я прям это чувствую. Но конденсатор сидит, как ни в чем не бывало. Конечно, велик соблазн развернуть паяльник следующим образом и толстым концом туда залезть и все это прогреть. Но там есть детали, и это очень интересно. Именно в том плане, что там есть детали. И по-другому я засунуть не могу, только кончиком. Только кончиком, но ничего не происходит. Абсолютно ничего. Ну, честно говоря, по ощущениям, вот этот вот китайский GBC, он все-таки был ближе. То есть, ну, естественно, на 500 градусов. То есть, там прямо казалось, что ну вот-вот, 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 и все, и он снимется. У меткала такое ощущение, как будто он ниже этого порога. Но с другой стороны здесь 500 градусов выставлено, а здесь жало на 380. Но, тем не менее, паяльничек что-то пытается сделать на 500 градусах. Но мы понимаем, что на выпаять конденсатор не судьба. Что бы ты тут ни делал. Естественно, ты... О, смотри, я его выпаял. Но это уже читерство. Естественно, плата мне особо не нужна. Была бы мне нужна плата, я бы такое не делал. Потому что я бы тут расфигачил бы все вокруг. И, скорее всего, в этой капле припоя вокруг еще дополнительно куча разных компонентов. Потом, которые нужно будет искать, ставить. И, ну, такой ерундой я бы не занимался. Удалось мне припаять конденсатор. Хоть немножко грязно, но, тем не менее, паяльник нормально все прогрел. Единственное, что, ну, вот этот контакт прогрелся очень легко. Как ни в чем не бывало. А вот контакт, который к полигону, конечно, его пришлось какое-то время погреть. Учитывая вот это вот очень-очень тоненькое жало, и можно залезть абсолютно куда угодно. Вот тут стоит четырехвыводной дроссель. И вот буквально по одному выводу можно греть. Ну, и, например, вот этим тонюсеньким жалом, вот я касаюсь вывода плюсового разъема. Все, все плавится. Следующий вывод. Тоже все плавится и протекает. Следующий вывод. Есть три предустановленных значения температуры, которые, кстати, очень удобны. То есть 279, 350, 380. Но, допустим, если я всегда работаю на температуре 420 градусов, то не проблема. Я могу поставить 400, ну, допустим, будет 429 градусов и спокойно загнать его в третий профиль. Все. Третий профиль у меня сейчас 429. Вот я убираю, и вот он пошел 429. Первый профиль 279. Третий профиль, второй профиль 350. Допустим, я хочу, чтобы здесь было 340. Я выставляю 340. Пусть будет 330. Я передумал 340. Зажал, держу. Все. Теперь второй профиль 330. Работайте, как обычно. Работайте. Хотите что-то более мощное припаять. Поставил 429, попаял. И опять вернул обратно. Ну, и теперь давайте я это все хочу очень сильно разобрать. Посмотреть, что внутри. Кстати сказать, за все это время, я вот смотрю по времени, я уже 1 час 14 минут мучаю его. Ну, естественно, с небольшими промежутками. Станция едва-едва теплая. То есть она не горячая. Она едва-едва теплая. Но сейчас разберу, доберусь до трансформатора. Я думаю, что он будет горячее. И так, не повторяйте моих ошибок. Нужно снимать и вот этот стенд. Потому что тут все идет через отверстие. Я потянул, я немножко порвал изоляцию. Провода крепкие. Все сделано хорошо. И если никто не узнает о том, что я порвал изоляцию, то все так и останется. Все будет хорошо. Контроллер здесь стоит. СТМ-ка. Трансформатор, конечно, градусов 60 имеет. То есть трансформатор намотан хреново, как обычно. Тем более, какая-то работа была. Я даже не мучил его, не погружал в какое-то ведро с припоем, чтобы он все время фигачил на свои 80 Вт. Ну, хотя просто, ну, на 80 Вт вообще не выглядит. Вообще не выглядит на 80 Вт. Ватт на 50, на 60. И то, намотан он плохо. Мало витков первичной обмотки. Из-за этого он даже на холостом ходу греется. Ну, тут градусов 45-50 точно. То есть еще немножко я не смогу его держать. Хотя я его долго не мучил. Да, и кстати, для того, чтобы поменять губку, скорее всего, придется вот эту операцию делать. То есть ты откручиваешь все. Еще откручиваешь. И только тогда меняешь губку. Давай открутим. Так уж и быть. Винты разные. Четыре вот таких, которые идут. Два вот здесь, два вот здесь. И остальные более длинные. Как правило, производители так не делают. Они стараются, ну, если подобный шерпотреп, они стараются сделать везде одинаковые винты. Для того, чтобы потом было проще при производстве. Ну, и вот она медная стружка. Причем не одна, а сразу две. Вот это щедрость. Два диодных, даже три диодных моста. Зачем три диодных моста? Вот эти вот два стоят в параллель. Это, видимо, для самого паяльника. То есть это мощный. И один там стоит один-одинехенький. Он, видимо, формирует там, наверное, 5 вольт, для того, чтобы STM капитал, и чтобы она работала, чтобы все было хорошо. Подстройка. И вот это, скорее всего, ключ. Да, вот он идет к паяльнику. То есть вот этим ключом все коммутируется. БА-9Y1А. Д-409. Наверное, маркировка все-таки Д-409. Это транзистор какой-то, наверное, Н-канальный или П-канальный. Не знаю, не буду врать. Ну так, в принципе, все норм. Все красиво, все аккуратно. Бузер пищит. Паяльник паяет. Но отдельно стоит сказать о запахах. То есть паяльник, в принципе, так, не сильно воняет. А вот внутренности станции воняет очень сильно. Этот трансформатор, скорее всего, воняет. Но, наверное, это его функция, чтобы перед пожаром, когда он сильно нагреется, он развоняется так, что вы его со своей работы почувствуете, что у вас дома паяльник нагрелся. Все греется из-за того, что у него в первичке недостаточно витков. Но недостаточно витков это для того, чтобы было подешевше немножко. Вот, чуть-чуть подешевше. Но зато работает. Но паяет он, конечно, я не знаю, как оригинальный GBC паяет, но это, конечно, интересно. Это очень интересно. То есть за вот эти вот бабки по цене пяти оригинальных жал получить вот эту вот станцию, это, конечно, это очень круто. Это, честно, это очень круто. Очень, очень, очень и очень даже интересно. Нужно будет посмотреть, какие есть жала. Возьму себе, наверное, какие-то жала поинтереснее. Ну, именно более крупные, например, скошенный цилиндр не 2 мм, что-то такое, можно 2,3 мм. И попользуюсь немножко. Зацепил, заинтересовал. Есть такие в нем нюансики. Но, опять же, это все нюансики. Это следствие того, что он передран с GBC. Вот, опять же, станцию передрали. Идея вроде как бы была крутая. Но, ну, вот реализация. Ну, что тебе, дорогой, мешало вот эти вот стоечки сделать вот отсюда? Тогда бы я спокойно вот это все сюда запихнул бы. И потом спокойно бы закрыл крышкой. То есть здесь были бы вот такие же, не такие вот высокие стойки. То есть все бы у меня вот здесь вот просто закрылось, и все было бы классно. Нет же, сейчас мне нужно вот так вот выколупливать. И вот этими вот стойками заходить в те стойки. И как-то вот, ну, бля, ну. Хотя это все решается элементарно. Просто вот эти вот стоечки чуть-чуть подправить. Мне аж прям, честно говоря, захотелось все-таки GBC. Что я посмотрю на ebay, что есть бушная. Может, возьму себе что-нибудь. Вот, ну, честно сказать, вот захотелось посмотреть именно на уровень. Так что, хорошо, что есть китайские клоны. Ты можешь взять, поиграться, увидеть, насколько это интересно. И подумать, слушай, ну, если это клон такой, то оригинал там вообще, наверное, небо и земля. Теперь интересно, работает ли после того, как я так дергал провод, это самый slip mode. Вот, ставлю. Есть, работает, все классно. Пикает. Включился. Ну, и теперь давайте посмотрим, запоминает ли он температуру. То есть у меня было 330. Допустим, я поставлю CH3. Это у меня будет 429. Ну, и теперь я выключу паяльник. И на следующий день пришел, включил его. Да, у него 429. То есть все вот это юзер-френдли. Все это работает, все это классно. Ну, и теперь пусть он полностью остынет. И мне интересно время, за которое припой расплавится. Все любят такие тесты. Хотя для меня подождать 15 секунд, пока паяльник нагреется, это вообще не проблема. То есть что он нагревается за 5 секунд, что он нагревается за 10, что он нагревается за 15, что он нагревается за 2. Для меня это плюс-минус то же самое. Хотя тут фишка в том, что он быстро нагревается и очень быстро остывает. То есть жало маленькое, но у него инерция маленькая. Вот буквально прошло пару секунд, оно уже не плавит припой. Хотя, наверное, так неправильно, потому что я такой огромный теплотвод сделал. Правильно он же у нас вот в этом месте, когда я сделаю поменьше. Я его включаю в розетку. Вот он выключенный. И теперь я его достаю, он должен включиться. Раз, два, три. Время пошло. Все, расплавился. Подключил станцию к ватметру. Она сейчас включена в дежурном режиме. То есть она спит, она отдыхает. И потребление 7, 6, 8 ватт. И сейчас, интересно, я сниму паяльник. Он начнет нагреваться до температуры. Сейчас специально поставлю максимальную температуру. Для того, чтобы продлить удовольствие. Чтобы данный тормозной ватметр что-то успел заметить. Итак, снимаю. Поехали. Какая максимальная будет мощность? 28. Э, уже 500. 500. Уже 500. 19. Ну, честно говоря, вот, чтобы просто такое вот маленькое жало разогреть, особо большой мощности и не нужно. Потому что оно маленькое. А если какую-то большую каплю припоя разогреть, ну, давай посмотрим. 15 ватт. 21 ватт. Если эту же каплю припоя мы поставим на что-то большое, массивное. Например, сюда. Ух ты, 30 ватт. Но он не может расплавить эту каплю. Да, и температура сейчас упала. То есть у него выставлено 500. Реально температура 279 градусов. 280. То есть он сейчас фигачит на полную свою мощность. И эта полная мощность, это всего лишь 32 ватта. Но это не совсем так. Потому что сейчас я его ставлю обратно в подставку. И мы видим, что он остывает. Потребление уменьшается. И вот он стоит в подставке. Нагреватель ничего не кушает. Он ничего не кушает. И он потребляет 7 ватт. То есть, грубо говоря, на самом жале примерно 25 ватт. Максимальный 25 ватт. Интересно попробовать жало помощнее. И, честно говоря, странно, что при такой мощности, всего больше 25 ватт, этот транс так сильно греется. Как я и говорил, он намотан плохо. И это лишний раз подтверждает. Попробуем сделать то же самое. Но уже с другим паянником. Прогреть эту же каплю припоя. Что вообще будет. И сколько будет это все жрать. Теперь тот же самый кусок припоя. Иди сюда. Ну все, жало прогрелось. Вот он уходит в свой дежурный режим для поддержания температуры. И у него дежурный режим, конечно же, побольше. Потому что весь корпус металлический. Он достаточно неплохо нагревается. КПД у данного устройства поменьше. Ты смотри, как он. Ну вот все. Прилип. Прилип. И смотрим мощность. Ну хотя, я бы не сказал, что он прилип. Потому что вот сверху вся эта куча, она плавится. Без проблем. Но снизу прилипает. Итак, убрал. Сейчас будет дежурный режим. 24 ватта. То есть получается 86 минус 24. Итого там получается где-то 60 ватт. Но это не нажали. Потому что здесь индукционный принцип. Это допустим у данных жал. Там просто термонагреватель и все. То есть у него подалось. У него КПД там 100%. А здесь должен там осциллятор работать. Что-то генерировать. Туда-сюда. Потери. То есть я думаю, что здесь КПД конечно же сильно меньше. Насколько сильно непонятно. Но вот стоит мне попытаться зайти в масло. Как тут же мощность повышается. И припой потихоньку-потихоньку расплавляется. Но опять же нужно дать должное, что этому паяльнику лет 25. И на тот момент, когда он подобное вытворял, это было нечто. Данный паяльник очень интересен. И интересен он именно этими фишками, которые передраны с GBC. Ну, к примеру, вот это первый паяльник, который я пользуюсь. Который понимает, что я его поставил на поставку. И он тихо, мирно, без всяких вот этих вот микриков, которые надо именно продавить. Чтобы они щелкнули и так далее, и так далее, и так далее. Вот именно ты поставил, и он лег спать. Подставка мне не очень нравится. Тут прямо надо в нее попадать. Прямо его нужно туда запихивать. Очень интересная вот эта вот штучка. Если у тебя стоит станция здесь, ты паяешь плату где-то здесь. То у тебя этот провод вообще не касается стола. Он ничего со стола не тащит. То есть ты взял, что нужно попаял, поставил обратно. Крайне удобная штука. Просто крайне удобная. Вот эта вот резинка тоже первый раз вижу. Как правило, везде либо пластмасска стоит, и ты царапаешь паяльник об нее, либо жжешь эту пластмасску. Либо железка, ты так же царапаешь паяльник. Но здесь же с губки ты сразу же... Так, где-то губка у меня тут валялась, была губка. С губки ты сразу же попадаешь на резинку, и ты не бьешь дорогое жало. Жало тоже. Ну, кажется, ну вот такой вот мелкий, вот этот вот, ну крохотный вот этот нагреватель, ну прям толщиной как спичка. Ну, ну прям спичечная головка. Но тем не менее, жарит, дай боже. Хотя, иллюзии такие, что он жарит, дай боже, как мы видим по потреблению, там он жарит примерно ватт на 25. Хотя, если честно, хотелось бы взять какое-то копытце, которое больше имеет теплоотдачу. Потому что здесь все упирается вот в этот вот тоненький мостик, через который много тепла пройти от нагревателя не можешь. Но, судя по всему, нагреватель может дать, дай боже. Специально посмотрю у GBC, есть ли эти жало с профилем каким-то там скошенный цилиндр на 2 мм или что-то подобное, куплю себе обязательно. И, честно говоря, вот смотря на вот это, видя вот эти вот фишечки, ты понимаешь, что, ну, скорее всего, вот в оригинальной GBC-шке там, ну там вообще, там вообще все сделано. Потому что вот эти вот нюансы, которые вот ты смотришь на нее, видишь, вот это вау, это все, это все, что передрано именно с GBC. А все, что касается уже самой реализации, то тут уже есть нюансы. Ну, например, вот через задницу сделано вот это вот заполнение вот этой вот медной губкой. Ну, там понятно, что нужно додлинить, так сказать, эти стойки. Но это все можно было сделать, если бы об этом думать. По сборке тоже трансформатор греется, вонючий страшно. То есть, ну, я не знаю, он, наверное, выветрится через какое-то время. Но это опять, это не то-то... Но с другой стороны, ты знакомишься с техникой GBC, которая стоит по 1000 баксов за всего лишь какие-то 150. И ты реально пользуешься, и ты понимаешь, насколько это вот интересно. Вот то, что ты поставил... Ну, вот собака, почему ты не становишься? Если... Слушай, ну, не знаю, привыкнуть надо, наверное. Я пытаюсь его вот так поставить, потому что у меня привычка вот с вот этим гутом, с Ахтой 501. А тут его надо просто ровно ставить, и он тогда цепляется. То есть ты работаешь, работаешь, и потом его просто... Ну, не знаю, привыкнуть надо. Даже если он так висит, в любом случае станция обнаружит, что он стоит. Достаточно просто жало коснуться, и все нормально. Вот эти вот непонятные насадки. Я, ну, на 100% уверен, что это к GBC вообще никакого отношения не имеет. Ну, вообще никакого. Потому что они даже не залужены. То есть это просто какую-то хрень они типа сделали. Мол, купи жало за 30 долларов и получи 3 жало в подарок. Мол, но на самом-то деле у меня же жало я взял специально изогнутое. Конечно, наверное, было бы оно прямое, его можно было бы засунуть. И сделать такой вот набалдашник. Ну, не знаю, но я думаю, что качество вот этих вот насадочек, оно бы прямо испортило бы все ощущения от пайки именно с GBC жалобами. В общем, все, что касается GBC, все круто. Все, что касается, ну, вот того, что они произвели, ну, все есть к чему придраться. Но с другой стороны, ребята, когда ты понимаешь, что он стоит не 1000 баксов, а 150 баксов, то к чему тебе тут придираться. Все идеально, все просто идеально. Берегите себя, крепкого здоровья и пока. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное. И поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями, поставить жирный лайк. Это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике. Два из них ты сейчас видишь на экране. Пока.